9 часов утра, зима, затон, минус 20 градусов. Казалось бы, самое лучшее время для зимней рыбалки. Однако специалисты отмечают, что выходить на лед еще рано. Добрый день. Добрый день. С пунктом 60, по пункту 2 на вас составляется административное право нарушений. Что теперь сделаешь? Если у вас есть документы, давайте, пожалуйста, документы. Ну, они в машине. Ну, пойдемте, в машине пройдем. На территории области на этой неделе у нас проходит акция «Ледобезопасная территория». В связи с этим проводятся рейды и патрулирования на водных объектах области. Рейд проходит в рамках изучения безопасности людей на льду, проведения бесед и принятия мер административного воздействия в отношении граждан, которые вышли на лед в местах, где это запрещено. Данные места у нас обозначены знаками. То есть на территории Затона, где мы сейчас находимся, у нас находится порядка трех знаков в местах, где люди у нас обычно выходят. За выход на лед в неположенном месте предусмотрен штраф от 300 до 1000 рублей. Его величина зависит от того, штрафовали ли рыбака ранее. Все правонарушения хранятся в базе. А веревочки у вас есть, что спасти? Веревочки нету. А что вы так понедобавки? Здесь как-то зато, здесь не река, поэтому особо не берем. Тем более лед уже не первый. 22 сегодня будет нормально. Ветер, как говорится. В палаточку сейчас сядем, будет нормально. А вообще воды все меньше и меньше и меньше становится. Так что, как говорится, не знаем, что делать. Ни рыбы, ни воды. Так что, как говорится, будем только в магазине рыбу покупать скоро. С началом ледостава уже зафиксировано два случая провала под лед. Один из них закончился летально. Спасатели отмечают, что выходить на лед еще рано. Для того, чтобы насладиться зимней рыбалкой и свежим воздухом, впереди целая зима. Продолжение следует...